МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А теперь обо всем подробнее начнем с веселой, милой Франции, такой прекрасной и недоступной. Почему с Францией? Да потому что там на днях несколько департаментов так градом побило, что народ чуть в бомбоубежище не полез. А ведь ни Северная страна, ни Сибирь, ни Ямало-Ненецкий округ, хотя и град выпал. Ого-го! Ледяные снаряды, величиной стейнсный мяч пробивали стекла машины кровлю, уничтожали на корню растительность и доводили до ужаса самих французов. Теперь, как сообщают синоптики, вся эта красота в виде холодного фронта движется в северные провинции Германии, на запад Польши. Так что не надо завидовать европейцам. Вот у нас тоже был вчера град, но не такой уж гибельный, как у них. Можно вспомнить и августовский град прошлого года. Тоже достался рязанским весем отнюдь не слабо. Сейчас погода имеет самый скверный взрывной характер, а впереди длинные выходные. Завтра у нас день России. Есть сведения от информпортала «Коммерсант», что на предпраздничный разгон облаков в Москве резервируется до 60 миллионов рублей. Как-то этот разгон на нашей погоде скажется, кто знает. Зато многое известно синоптикам, по крайней мере, на ближайшие дни. 12 июня в Рязани по области у нас ожидается облачная погода. Ночью дожди местами сильные. Днем интенсивность осадков чуть уменьшится. Местами пройдут коротковременные дожди с грозами и порывистым ветром. Температура воздуха в ночное время суток 7-12 градусов, днем 16-21 градусов тепла. В последующие дни, 13, 14 и 15 июня, у нас также характер погоды будет циклонический. Ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами в отдельных районах с порывистым ветром. Температурный фон существенно не изменится. Ночью 7-12 градусов тепла, днем не превысит 17-22 градусов. Жаль будет, если дождь и хмарь подпортят визит патриарха московского и всея Руси Кирилл. Напомним, его приезда мы ожидаем в Рязани в эту субботу. Может, к тому дню и по нашим облачкам из пушки пальнут. 14 июня Рязань посетит патриарх московский и всея Руси Кирилл. Святейший патриарх совершит освящение храма в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского и божественную литургию. Для паломников и гостей города, желающих посетить божественную литургию, к храму Иоанна Кронштадтского с вокзалов Рязань-1 и Рязань-2 с 7 до 9 утра будут пущены автобусы по маршруту Рязань-1, Рязань-2, улица Чкалова, Весенняя, Высоковольтная, улица Островского, роддом номер 2. Освящение храма и божественной литургии будет транслироваться на трех экранах, установленных вокруг храма. В связи с проведением мероприятия 14 июня 2014 года с 7.30 до его окончания будет перекрыто движение автотранспорта на улице Гагарина от Политайва до Ленинского комсомола, на улице Черновицкой от улицы Гагарина до Островского, на улице Стройкова от 7 линии до Островского, на улице Татарской от 6 линии до Гагарина. Вчера в Рязани был свой катаклизм. Провалился грунт на улице Братиславской. Яма образовалась велика и зияющая, как у фотографов. Три на четыре, только в метрах. Тогда первое полуофициальное объяснение возникновения каверны было таково. Дожди подмыли грунт, вот и все пошло вниз. Сегодня более обстоятельные провальные сведения добывал Глеб Галушкин. Сейчас рабочие водоканала закончили ремонтно-восстановительные работы коллектора на месте провала в Гурроще. Напомним, что провал случился прямо на проезжей части, вечером 9 июня на Братиславской, неподалеку от перекрестка с улицы Гагарина. Глубина образовавшейся тогда ямы была не менее трех метров. Автомобильное движение на время ремонта перекрыли. Провал произошел по причине попадания источных вод в старый брошенный коллектор и размал дорожное полотно. Муниципальное предприятие водоканала приступило 10 числа сразу же к восстановительным работам. Основная работа проводилась в камере чуть выше этого провала. Был затампонирован старый коллектор и направлен в новый коллектор диаметром 1000, полиэтиленовый коллектор, который был построен несколько лет назад. Причиной нынешнего провала стало попадание источных вод в старый коллектор и дальнейшее размытие грунта. Чиновники из городадминистрации сообщают, что по всей Рязани ведутся работы по обнаружению таких опасных мест. Впрочем, провалы все-таки периодически случаются. И обходчики в любом муниципальном предприятии, и в тепловых сетях, и в водоканале знают и свои коллектора, где водопроводные сети проходят магистральные. Периодически происходит осмотр этих мест, и провалы часто возникают на месте восстановительных работ после аварии. Но проседает асфальт, может быть, из-за некачественной работы подрядных организаций. Это все контролируется и приводится в порядок. Сейчас на Братиславской идут работы по благоустройству. Вскоре автомобильное движение на этом участке вновь откроют. Еще о жизни и погибели. Недавняя жара, которая стала тихоньку уже и как-то забываться, ушла волной, забрав трагическую дань на Рязанских водоемах. По нескольку человек в день тонуло совсем недавно, и никакая профилактика не давала особых результатов. Потерявшие большую часть разумения от жары и часто горячительных напитков, люди стремились в воду. А это ведь, хотя и в формате пруда, но стихия, она не шутит. Ситуацию анализировала сегодня Оксана Тебенихина. В администрации Рязани прошел брифинг, посвященный вопросам обеспечения пожарной безопасности и предупреждению гибели людей на воде. По итогам первого полугодия в Рязани произошло 133 пожара, в которых 5 человек погибли и 13 получили различные травмы. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, на сегодняшний день не менее актуален вопрос безопасного времяпрепровождения на воде. Для обеспечения безопасности на пляжах организовано дежурство спасателей, медиков и полицейских. Сегодня в Рязани открыты 4 официальных пляжа – на Ореховом озере, на Двухбарковских карьерах и на реке Старица в Солодче. Также еще раз так, обращаясь к населению, с убедительной просьбой организовывать и планировать свой отдых на водоемах в тех местах, где это безопасно. Сотрудники МЧС предупреждают, что купаться в водоемах с необорудованными пляжами небезопасно. Ни в коем случае не оставляйте без присмотра детей, не злоупотребляйте алкогольными напитками. По последним данным ГУ и МЧС, с начала купального сезона, то бишь с мая месяца, на водоемах области погибли 11 человек. Обстоятельства смерти еще 6 человек, обнаруженных в воде с начала купального сезона, пока выясняются. Специалисты отмечают, что в большинстве случаев причиной гибели людей становится купание в необорудованных местах на так называемых диких пляжах, причем в состоянии алкогольного опьянения. Сегодня неподалеку от торгового центра «Круиз» в Рязани произошла автоавария, в которой пострадал ребенок. Узнавала подробности Оксана Тебенихина. На северном обходе произошла авария, в которой пострадал ребенок. По нашим данным, женщина, находясь за рулем отечественной шестерки, въезжала на окружную со стороны Солочинского шоссе. С полосы разгона она резко перестроилась влево, аккурат под колеса едущего там грузовика. Малыш, находившийся в легковушке с травмой головы и другими повреждениями, был госпитализирован. Подробные обстоятельства происшествия выясняются. 58-летняя пенсионерка, жительница Московской области, управляя автомобилем ВАЗ-2106, при развороте противодвижения транспорта совершила столкновение с движущимися в попутном направлении автомобилем ЗИЛ под управлением жителей города Тверь. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры «Жигулей», две девочки с 4 и 10 лет, жительницы города Норильска, которые приходятся внучками женщине-водителю, получили травмы, с которыми доставлялись в детскую областную клиническую больницу города Рязани. В госпитализации пострадавшие не нуждались. Так как дети перевозились с использованием детских удерживающих устройств, это им помогло избежать получения более серьезных травм. В Рязани завершилась 61-я акция по сбору донорской крови «Река жизни». Собрано 122 дозы. Далее рассказывает Глеб Галушкин. Акция «Река жизни», направленная на возрождение безвозмездного донорства крови, проходит в Рязани уже более 11 лет. И за это время добровольцы сдали для нуждающихся более 10 тысяч доз крови и ее компонентов. Эта акция посвящена Дню донора. Всемирная организация здравоохранения, она сейчас выпустила такой девиз, что здоровье всем больным матерям. Эта акция запускается сейчас в Шри-Ланке. Оттуда идет. И мы также запускаем эту нашу акцию, чтобы матеря были здоровыми в Рязани, в Рязанской области. Надо сказать, что основное место, куда приходят доноры, это, конечно, областная станция переливания крови. Кстати, в этом году ей исполняется 50 лет. Отпразднует полувековой юбилей вместе с коллегами и один из опытнейших медиков на станции, Татьяна Алексеевна Горячкина. Сейчас она трудится в должности старшей операционной медицинской сестры самого большого отдела, отдела заготовки крови. Татьяна Алексеевна рассказывает, что пришла на областную станцию переливания крови сразу после окончания медицинского училища в 1973 году. И уже более 40 лет занимается заготовкой доз крови для пострадавших в различных экстремальных ситуациях горожан. Я работаю старшей медицинской сестрой отдела заготовки крови. Работаю очень давно, более 40 лет. Так что все переобразования произошли на моих глазах. Мы начинали работать с такими системами, которые монтировались несколько раз, чтобы забрать кровь. Сейчас все у нас одноразовое. Все расходные материалы одноразовые. Областная станция переливания крови переживала в том числе и трудные времена. Особенно тяжелыми были постперестроечные и 90-е годы. Тогда о донорстве практически забыли, а на донорские пункты приходили лишь убежденные энтузиасты. Сейчас Татьяна Горячкина вместе со своими коллегами рассказывает о тех временах с улыбкой. Мол, трудно, конечно, было, но выстояли. Кстати, практически весь средний медицинский персонал является ее учениками. За последние несколько лет областная станция переливания крови совершенно преобразилась. Проведен ремонт, поступило новое современное оборудование. Да и доноры потянулись на пункты переливания крови. Фактически безвозмездное донорство в России возрождается вновь. И во многом благодаря опыту таких профессионалов, как Татьяна Алексеевна Горячкина. И последнее на сегодня. В Рязанском цирке грядет новая программа. К нам приехал национальный цирк Египта. Премьера 19-го числа. То есть вот-вот. Египет – волшебная страна, пальмы, пирамиды, фараоны и разгаданные тайные истории. Соответственно, в программе будут самые экзотические номера африканских артистов. Самые экзотические животные, в том числе редчайшие. Звезда египетского цирка, дрессировщик Хамада Кута дал интервью нашей программе и рассказал о секретах дрессура. А также откровенно ответил на вопрос, бьют или нет животных дрессировщики Египта. Цирковые номера с участием хищников, пожалуй, самая яркая часть любого представления. Но вот увидеть, каким образом проходит дрессировка этих опасных животных, в Рязани можно было впервые. Такую возможность маленьким зрителям из детских домов и школ-интернатов подарил Хамада Кута – дрессировщик хищников, заслуженный артист Египта, представитель знаменитой цирковой династии. Он один из немногих практикует подобные открытые репетиции. Я не хочу сказать, что я единственный, но я не видел, чтобы другие так делали. Зрители могут заходить ко мне во время репетиции и смотреть, как я дрессирую животных. Многие, в том числе и Гринпис, говорят, что мы бьем животных. А я говорю, пожалуйста, смотрите, что здесь нет ничего подобного. А еще мне нравится отвечать на детские вопросы. Такого зрелища Рязань еще не видела. Хамада подробно рассказывал, а самое главное – показывал, как проходит дрессура его подопечных – нильских львов, которых, кстати, в мире осталось всего около 400 особей. Казалось, эти большие, опасные животные понимают каждое его слово. Ну а самое главное – они не боятся своего учителя, а любят и уважают. В процессе этого необычного зрелища ребята задавали вопросы известному дрессировщику и получали подробные ответы. В итоге малыши были в восторге и от представления, и от Хамада. Мне понравилось, как лев обнял хозяина. Ну а увидеть знаменитого дрессировщика и его команду может любой желающий. В программе «Национальный цирк Египта», премьера которой состоится 12 июня на манеже Рязанского цирка. На сегодня все. Поздравляем наших зрителей с наступающим Днем России. Напомним, этот праздник из новых. 12 июня 1990 года съезд народных депутатов принял декларацию о государственном суверенитете России. О том, как будет проходить праздник в Рязани, сегодня в студии программа подробностей расскажет начальник управления культурой городской администрации Евгений Власова. Так что увидимся вновь и совсем скоро. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова